Прямо сейчас в эфире программа «Утро нового дня» на связи коллеги из Керченской редакции, как я уже сказала, Екатерина Рябова. И хотелось бы сказать ей «Доброе утро». Известно, что в конце декабря по железнодорожной части Крымского моста поедет первый пассажирский поезд. Доброе утро, коллеги, доброе утро, крымчане. С момента старта продаж реализовали уже 42 тысячи билетов на поезда, следующие по Крымскому мосту. При этом... Давай, Катюшка. Доброе утро, коллеги, доброе утро, крымчане. С момента старта продаж реализовали уже 42 тысячи билетов на поезда, следующие по Крымскому мосту. При этом реализовали где-то 80% билетов, которые выпадают на праздничные даты. Я напомню, что пассажирские составы начнут курсировать по Крымскому мосту в преддверии новогодних праздников. 23 декабря в 14 часов из Санкт-Петербурга отправится поезд «Таврия». Он будет следовать в Севастополе. Уже 24 декабря вечером отправится первый пассажирский состав из российской столицы в Симферополь. В дальнейшем планируется, что железнодорожные составы по Крымскому мосту будут курсировать по 11 направлениям. Крымская железная дорога уже получила необходимое количество нового подвижного состава. Это локомотивы, электровозы, тепловозы, более 150 новых комфортных вагонов, плацкартных, купейных, в том числе двухэтажных вагонов. Для обслуживания поездов, следующих по Крымскому мосту, сейчас строится станция Керчь-Южная. Ну а пока мы поговорим о том, как работает действующий железнодорожный вокзал в Керчи. Поговорим об этом с нашей сегодняшней гостьей. Елена Арамянс, начальником железнодорожного вокзала Керчь, федерального государственного университетного предприятия «Крымская железная дорога». Елена Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как сегодня работает железнодорожный вокзал Керчь. Значит, в настоящее время железнодорожный вокзал Керчь работает в штатном режиме. На станцию ежедневно прибывают и отправляются четыре пары пригородных поездов в направлении Керчж-Анко и Керчж-Феодосия. Для обслуживания пассажиров у нас на железнодорожном вокзале открыты две билетные кассы. В билетных кассах можно приобрести проездные документы как в пригородном сообщении, так и в дальнем сообщении в любом направлении. Елена Николаевна, расскажите, в каком режиме работают кассы, сколько человек сегодня занимается тем, чтобы обслуживать продажу билетов? Ежедневно открыты у нас две кассы с учетом графика прибытия и отправления пригородных поездов. В каком режиме, со скольки до скольки можно прийти на вокзал и приобрести билеты? Значит, в 7 утра и до 10 вечера можно приобрести проездные документы на железнодорожном вокзале в Керчи. Елена Николаевна, расскажите, какие направления сегодня наиболее приоритетные для Керчан, для тех, кто пользуется услугами железнодорожного вокзала? Ну, если я считаю, что в дальнем сообщении, то, конечно, это московское направление в основном приоритете у нас. Сколько возник сразу ажиотаж? Я помню, когда объявили о старте продаж, тут было прямо паломничество, было очень много людей. Вот сколько это продолжалось? Ну, это продолжается и до сих пор, так сказать. Значит, на данный момент уже продано 680 проездных документов, из них 540 это только направление Москвы. Расскажите, по каким еще направлениям можно приобрести билеты? Можно ли приобрести билеты, допустим, на поезда, которые выходят не с железнодорожного вокзала Керчи, допустим, где-то на материке? Естественно, конечно. Мы работаем с любого железнодорожного вокзала, находящегося на материке, и за напряжение, до Казандарного Российского, Садлера, то есть по желанию пассажира. Есть ли какие-то такие пиковые периоды в вашей работе? Именно на железнодорожном вокзале Керч пиковые периоды работы, это в момент отправления перегородных поездов. Допустим, есть какая-то сезонность в этом отношении? Конечно. В летний период, конечно, пассажиров намного больше, чем зимние, осенние и весенние периоды. А в летний период куда чаще всего направляются? Ну, если по Крыму, то в сторону Джанкую, основные направления оттуда с персадкой на Симферополь, на Евпаторию, на Ялту и так далее. А по дальним направлениям, то, конечно, Москва, Санкт-Петербург. Какой сейчас у вас пассажиропоток по пригородным направлениям? На настоящий момент в среднем у нас пассажиропоток в сутки до 200 человек. То есть это вот только пригородные направления? Только пригородные направления. Какие вагоны, какой вообще подвижной состав курсирует по пригородным направлениям? Ну, в пригородном сообщении у нас курсируют два вагончика. Это вагоны общего, общие у нас. Вот, значит, проезд пассажиров любой категории, льготной и как бы платной. То есть, пожалуйста. Вот какими, да, кстати, какие льготы предоставляются? То есть кто входит в льготную категорию и какими возможностями можно воспользоваться? Ну, льготной категории у нас пользуются определенные граждане, которым возьмутся пенсионеры, именно в пригородном сообщении. Пенсионеры, то есть инвалиды, то есть определенный перечень есть у нас льготников. То есть они пользуются правом бесплатного проезда? Бесплатного проезда, да. Елена Николаевна, увеличивается ли количество курсирующих вагонов в летнее время? Конечно. В летнее время добавляют еще один вагон в связи с учетом пассажиропотока. Что еще в планах железнодорожного вокзала? Ну, пока вокзал наш продолжает работать, и после открытия и запуска железнодорожного движения через Крымский мост, мы также продолжим работать в таком же режиме, будем обслуживать пассажиров и в пригородном сообщении, и в дальнем сообщении. Елена Николаевна, большое вам спасибо за информацию. Мы будем еще рассказывать обо всем новом, связанном с движением по Крымскому мосту. Коллеги, я передаю вам слово. Большое спасибо, Катя. Желаем вам хорошего дня, только добрых новостей. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова.